имран ты куда едешь куда это кто мне кого смотреть ты едешь не олени олени скажи иди свои пососи чуть-чуть а то ушки закладывает вот олени имран едет смотреть а и алана туда везет по этой дороге приехали и по этой дороге обратно едем на оленью ферму ой какая красота там вдалеке тоже поселок какой-то дом отдыха или что мы по серпантину едем а сейчас откроет мы приехали на оленью ферму пока все закрыто хотя написано с четырех до пяти вечера у них вот третья смена сейчас идет третья смена пойдем ура нас запустили это вы слышите как олени разговаривают таймран расскажи ты кого видишь оленя пойдем посмотрим сейчас папа оплатит через пойми мама тоже с аланом выйдет мама там алана одевает чтобы алан не замерз а мы с тобой пойдем потихонечку пойдем пойдем имран ты довольны мою качала немножко имрана пойдем олени будем смотреть посмотри какая площадь тут красивая деревья посажены а пахнет запах идет от олени как будто лошади навозом так вот как будто в лошади стоят сейчас пол пятого тут они не идут где наша мама папа а вон они идут папа алана взял на ручки и идет мама идет тоже вон сзади она не уже попрохладнее стало утром представляете так солнце светило и такая жара была что прям я это думаю зря я надела без рукавку куртку а сейчас нет уже прохладно пойдем ой аланчик главное да сам больше всех ему будет интересно и понятно как олени растут как олени кушают имран сколько тебе лет два годика ему вот он не говори свой возраст а то все скажут что у тебя мама вообще старушин мечта любого любой узбеки до 30 твоих детей на рожать ну некоторых до 30 по четверо бывает каждый год шлепают так они так и выходит сейчас ну ты-то у нас училась работала вон там уже вдалеке за решеточным забором видны и олени и собачки аланка и синеглазик наш у нас двое день и ночь аланка у нас день имранка у нас ночь да он имранка какой у нас черноглазик аланка синий глазик рога какие красивые у оленя они они травку ням делают у них зрачок широкий они травоядные а туда тоже на разрешают что ли зайти внутрь собачки тощие какие ходят не кормят вообще вороны вон откормлены они не так тоже ничего лошадями конечно ну а самим смысл Ну ты сама зови, посмотри, мы здесь спасли. Подснимайся, зайдите. А сюда покормим. Ну ладно. Узнки рано. Видеокламан. Не, машета. Вы сзади не обходите. Да, да, да. Ага, чундам, чундам. Тот же со стороны лица. Сзади из-под одежды строят. Ты имеешь? А, ты имеешь? Нет. Ой, какие хорошие. Ахат есть? Ахат 5 тысяч. Ахат, покормить. Ахат, мы не можем. Я не могу. Я не могу. Через забор. Букызлар, а? Букызлар. Вот так вот. Ну давайте, кажется. Мы скучалиAA, как у меня навел. Но это не算ово безопасности. УUMи не слипет crazy иinky, но сейчас нет dentro. Ахат, тихо. Ну, сказали, что не надо ити. Только до железного поэла, где у них есть, кит road. пройдем я что-то боюсь идти дальше 1 это вот здесь самочки и молодые самцы он один самец есть с рогами огромными ходят а нет вот еще один ну худенькие два раза в день дают еду оленям и воды утром и вечером дают вот это смотритель коровы мусс коровы вот рабочий до приглядывающий за ними камера в общем у них здесь оказывается 100 уже нет они сотрудники говорит дают приходят корм смотрят за оленями и в основном вместо охранников здесь используются камеры видеонаблюдения по всему периметру 18 камер ну молоко олени здесь не дают только для детей говорит своих для детенышей вот и как вот мясо тоже нету на мясо их не используют этих оленей выращивают в основном из-за рогов и копыт ее я бур мимо не выходите за вот эту территорию потому что видимо вон там он олень стоит и тоже своей территории там уже мукает мукает ну как они кричат там далеки тоже большой рогатый олень 250 оленей здесь общий да а там смотрите вот эта территория пол полностью здесь 250 особи оленей вот а в соседней еще вот через решетку тоже здесь 130 200 хотя и плюс а учу 300 гектаров здесь общая площадь она вот это вот то что мы на части мы стоим здесь 300 гектаров вот так вот так вот так вот так все идет это вот тут 300 гектаров вот видите вдалеке вышку до из-за вышка есть еще высокий забор и там территория заканчивается то есть вот по горам олени тоже там отбегают обучи бумажка территория на это разная касса виды оленей и поэтому их разделили здесь 250 особи одного вида а там с российский русские олени как бы российские говорит там территория ну и пойдемте там поснимаю овкат эдма собакам беремесис собакам беремесис собакам беремесис берасис немагаши вообще разница люди говорится фаят порода таки и собак ребра есть у них попрошайки стоят Утечка. Ох, какой красавчик. Ох, какой красивый. Наташа, сколько? Ох, какой красивый. 5,000 Майди беру арен Не битте Икта беру арен Просто Машина даманда бора Исли уларда yok Машина гебира Хоп Он мисон болды Хоп, рахмат Ману битта донаге соли Не битта солайми Ха Йо, 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 ману Ману Битта ге Болды, рахмат Ману 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 Вот он какой красавчик Вот такая рога Он красивый Ману Так, взяла морковку Так, взяла морковку Какие рога просто Ну я думала они больше Это пятнистый олень российский оказывается Сейчас внуку отнесу Вот это все десять тысяч стоит сумм Ну Один Доллар Чуть больше Наташа, лама плюется, учтите Как верблюд Да Да Она вот видит, что ты хочешь Смесешь Держи Это на десять тысяч О Сейчас Я ей дам Вон тем, говорит, можно давать Они голодные Хочешь дать, Имран? Да, Имран, дай Ну-ка дай оленью дай Бротик прям положи Вниз 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 Не бойся, дай Вот смотри, баба, да Смотри Даже погладить можно, смотри Вот Посмотри А это девочка Дай, дай, дай Дай Вот Мальчик это, да? А, русский вот Давайте тоже Мальчик красивый Да? Ну-ка дай Мальчик красивый Мальчик красивый Девочка, на Или мальчик, на Вот они какие красивые Угу О, как шумит О, как шумит Давайте мы лами тоже дадим На На, красавица какая Хорошая девочка Ресницы 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 Какие Дерутся? Дерутся? Это, наверное, главный Потому что у него вон олени Рога какие Молодняк Дерется Молодняк Ах, ты какой эгоист Аж рога обломал свои Ну-ка, Имран, дай ему тоже морковочку Мама, мама Это что, олень говорит спасибо тебе, да? Смотри, смотри, даже оттуда отгоняет их Ага Ты такой наглый Кабан Ну, извините меня, он заработал это Видимо, он там это, да? Он всем доказал, что там Видишь, рога обломанные Да, да Голодные они, говорит Их можете покорить Два раза в день кормят Ну, они, в принципе Он еще один, смотри, рогастый какой Не худые Вот, этот урвал, да Вон тот тоже, смотри, ветвистые Какие большие рога Но он что-то помоложе видать, что ли? Тому давай, это лопнет скоро Так я пытаюсь Он его выгоняет С рогами большими Он же выгоняет их? С большими рогами, да? Вон тоже стоит Идем, Имран Идем, Имран Ну, тому большому дадим тоже оленю Вон, мама дает Он его выгонять начинает, смотри Вот тоже смотри Видишь, как он выгоняет Он постарше, видимо, видишь? А крас чуть-чуть у него другой Идем, вот сюда Сюда Давай Эгоист Пока вы его кормите Отвлекаете Ха Да А это у них 130 гектар Да, мама Ух 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 Стой Стой Ну-ка, молодец Ух 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 Вот эта чашечка 10 тысяч А собой не дают привезти Да Саму морковку слопали Сама морковь дешевле стоит Да, морковку слопали 4-5 тысяч килограмм А здесь там Поймай Дай за рога поймай Наверное 300 грамм получается Или 400 Дай поймай Да Сейчас Ох Какой Рога, сволочь, острые Если они Распарывают же животы волкам Не просто Распарывают Смотрят Бьют наверное Бьют наверное Бьют наверное Да Бьют скорее всего Бьют Потому что пугается Да? Да Да Не чусь Владикам поится Аланом что-то одна Тоже линяет Ну вот Большое удовольствие Не знал что Детьми нельзя Ну я тоже не знал А детей же пускают Когда экскурсии На экскурсии Как-то Был один общий предок у них А потом они разделились А не только в Южной Америке Есть ламы Сейчас уже ездили Но так Родина Если это ламы Если это не альпака Я не могу их отменить Альпакой Альпакой У меня так нос здесь течет вообще Тут аллергия Может и аллергия Смотри Эмран Она может плюнуть Не нравится ей Не нравится Она может плюнуть Нравится ей Пёс Уши назад поджала Видите? В тебя плюнул же кто-то, да? Верблюд или кто-то плюнул В зоопарке? Верблюд плюнул, да Попал? Попал Оооо Больно? Они шматок большой плюют Да? А куда попал? Да Особая связь с верблюдами Там напал на тебя верблюд Я поэтому да просто мы когда с маликой камилы гуляли тоже зоопарке там верблюд плюнул мужику прямо в лицо представляешь он все хотел с ним сфотографироваться одно дело он как плюнет ему и весь такой в этой слюне а учен так рыкает не ради самку обхаживает песни поют и лапшу на уши да 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 моя моя как мама твоя колу попьет вот какой дипик смотри прям но если вот этот сено на всех оленей вот этих кто конечно мне кажется это вообще фигня мало ну чё поехали я пошла пока туда ладно миразис я же вам не нужна наташ я туда там оказаться вдалеке есть страусы блин человек денег с собой не взяла машине оставили мы все деньги потому что думала ну заплатили мы уже все как-то вон там наверно ферма страус о точно гуляет там а здесь то речка текла недавно же дожди хоть были аж заносит менять это давал здесь пролилось боярышник это дерево боярышник уже переспел переспел боярышник посмотрите какая красота это все их территория он сказал 300 гектаров плюс 130 гектаров страусы говорит один страус гуляет остальные куда делись боярышник кушает один страус тут один да что-то он хоть так это переопустил как будто у него клопы вперед странно ходит может быть там дальше вон еще есть вольер может быть дальше есть еще страусы этот вот какой-то одинокий может он больной его отселили он странно ходит лишь присядку и вон чухается вон там еще один вольер муж там больше страуса кормушки пустые кормятся чем бог послал что ли и пьют то что накапало сверху да да ну они же не в открытой природе в открытой природе они километрами проходят чтобы добыть это а здесь козочки ты прямо их позвал ну ты Козочки пришли. Думаю, что мы им травку принесли. Здесь травки-то нету. Знаете, такие козлятки? Ну, чутка-чутка-чутка-чутка-чутка. И козёл такой во главе стоит. На ручку вот так. Пальчиками не давай. Вот так вот откуда положи. О, сразу дерётся козёл воинствующий такой. И там половина стоят, думают, если здесь кушать дадут, мы тоже придём. Если не дадут, не дадут. Маленький козлик совсем. Боярышника много, они бы боярышник поели, но они достают, видимо. Всё, что снизу могли, поели. Травку зелёную хотят. Вообще тут травки нету-то у них. Всё съели, сено. Ну что, всё, посмотрели? Пойдёмте. Конечно, когда куча приезжает народу сюда, они покупают всё, кормят. Эти хоть счастливые и довольные животные. Да, они, это не самые худые козлы, которые я видел в своей жизни. На моём не сидит чуть-чуть. Нет, там он, солома есть у них, сено. Где-то он обглодали кору. Они же всё, камень не бросать. Зачем ты не камень? Они обязательно есть не камень? Погладь, носик погладь. Имран, тебе понравилось? Понравилась козочка? Он не укусит, но они очень боятся. Они вообще не укусят. Видишь, вот так наделать. Хотя тут они... Не, они облизывают. Могут от нас укусить. Ну, они подумают, что это травка. Олень кричит, слышишь? Что, пойдём, Имран? Пойдём к маме. Страус посмотрим ещё по дороге. И оленя ещё посмотрим. И страус один. А раньше говорят, что здесь много было, что ли? А страусинная ферма эта же, что ли? По-моему, нет. Из-за фермы, это была ваша страус. Ну да. Может, они на пробу его привезли. Вообще дешевле, легче, экологичнее. Удачные страусы. Да. Для яиц и для мяса. Ну, как-то, конечно, не особо, ты знаете. В Африке, наверное, их лопают только так. Ох, бедно. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня мы уже прощаемся с нашим отелем, с нашим коттеджиком. Едем домой. Буду дорогу показывать. Постарайся. Вот, постарайся. Потому что это невозможно было так постоянно шлепать. Карточки вроде взял две. Сегодня у нас плохая погода. Ну, может, погода и хорошая. Только мы уже нигде не погуляли, но едем уже домой. Дорогие друзья, сегодня у нас третий день был пребывания в нашем Амерсай. И скажу вам, что мы пошли позавтракали. Был вообще сильный ливень. Ветер сильнейший был, аж сдувало. И сейчас уже после обеденное время мы сдали отель свой, свой домик, который нам очень понравился. Канатка работает, смотри. Я думаю, не будет работать в такую погоду. А потом облупливается, да? Не, не облупливается. Зелень из тестирования. Текстуры, как завод. Завод как раз... У него краска как в магнит ложится. В краске есть какой-то металл, и они через этот пропускают, ток пропускают. Нет, что равномерно. И макают его, да. И тогда он ровно в гладкий стой вложится. А полноцкое там не мазать, так как плата не получится. Нет, она тоже тебя боится. Она тоже тебя боится, помогает. Кто боится, да? Кто? 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 Там мой пасты забили коров. Ну, они не боятся, но не особо любят позреть, представляете. Ну и при солнце красиво смотрится. Уши закладывали. Мы на какой высоте были? Там где мы спали, это... Сколько? 2300 было хотя бы? Не-не, мы спали, было где-то 1800-1900. На канатке поднимались, мы думали, мы двигались. Уши закладывали. Уши закладывали.